Как вы знаете, высшая школа переживает сейчас этап серьезного реформирования. МИФИ, как и МИСИС, был в лидерах национальных исследовательских университетов. Ну и по нам сейчас самый главный удар. Мы сейчас вот начали создавать центры превосходства. Центр превосходства – это вот создание лучшей в мире системы образования, наука, инновации. И в МИФИ 10 центров. Я представляю здесь центр ядерной системы и материалы. Ну вот так, схема такая, приблизительная нашей структуры. Базовой единицей этого центра является кафедра, как сказал Дмитрий Львович, кодированная номер 9. На самом деле кафедра физических проблем материаловедения. Ранее физики металлов. Ну, здесь по этой прозрачке я хотел бы сказать несколько слов, понимая, что обет – дело святое, что кафедра имеет 4 филиала. Это Курчатовский центр, Национальный исследовательский центр, Курчатовский институт. Это Институт Бочвара, это НПО «Луч» в Подольске и в Академии наук и Метран. Ну вот, чтобы имели представление о нашем коллективе, хочу сказать, что у нас вот где-то 53 педагогических работника, из них 14 человек иностранцев, 17 докторов, 32 кандидата наук, 6 PHD, это из 14. Ну, в общем, где-то могут работать под 100 человек. Ну, а так как мы имеем по показателям Миноборнауки обязательную функцию зачисления студентов-аспирантов при науке на платные основы, то вот в 2015 году у нас работало 60 человек. Основные научные направления – это физическое материаловедение, разработка новых материалов и современные методы исследования состояния и свойств материалов. Вот так выглядит наша научная область. Ну вот, были золотые времена, которые подчеркнули наши потенциальные возможности. Где-то в центре было более 200 миллионов рублей. Ну, а вот 2014 год здесь, видите, немножко поменьше. Ну, а 2015 год мне стыдно показывать. Центр имеет достаточно развитое международное сотрудничество. Здесь фиолетовым цветом указано порядка 10 зарубежных вузов. Наверное, я вот здесь их вам покажу. Это вот три США, три Норвегии, Англия, Казахстан, Белоруссия и Украина. Это зачисленные наши сотрудники из-за рубежа. Для чего мы это делаем? Не только из-за того, что нам рекомендуют это сделать. Ну, во-первых, сейчас практически освоили дистанционное чтение лекций. И студенты могут слушать отдельные модули по дисциплинам из-за кордона. Мы принимали несколько студентов из МАЙТИ. Наши студенты, вот присутствует здесь аспирант Ваня Федотов. Он был в МАЙТИ на стажировке. Сейчас у нас один мальчик делает диплом в Норвегии. Ну, вот, в общем-то, налаживаем такие международные отношения. Ну, и, конечно, созданием центра очень значительно возросла мобильность, участие в конференциях. Могу сказать, что вот на поездки на зарубежные, международные, в том числе и в России, конференции мы истратили порядка 5 миллионов рублей. То есть это вот, ну, положительный, считайте, момент. Вот, с 1 сентября мы переходим только на двухуровневые образования. Прекратили набор специалитет. И мы сейчас будем готовить по двум направлениям бакалавров. По направлению материаловедения и технологии обработки. Технологии материалов, простите. И ядерная физика, и технологии. Точно так же по этим направлениям и магистров. У нас сейчас работает две магистрских программы. И две программы дорабатываем на английском языке. Есть три направления в аспирантурии. И вот в прошлом году МИФИ проходил аккредитацию. Мы освоили и прошли аккредитацию по трем научным направлениям. Это наше традиционное физико-конденсированное состояние. Здесь и физмат, и технические науки. Это материаловедение. Только технические науки. И порошковые металлургии и композиционные материалы. Это тоже только технические науки. Вот набор дисциплин в бакалавриате. Ну вот почему я решил рассказать вам о модифицировании материалов. Мы довольно много занимаемся этой проблемой. И, собственно говоря, в учебном процессе есть у нас такая дисциплина. Модифицирование материалов. Она идет и у специалитета, а специалистов мы будем доучивать еще пять лет. И у двух направлений магистратуры. Ну и вот наша гордость – семитомный учебник. Кстати, он практически во многие вузы был разослан. Благодаря поддержке ТВЭЛа. Учебник называется физическое материаловедение. Ну а теперь о ионоплазменных технологиях. Ну вот, ионоплазменные технологии позволяют решить две задачи. Во-первых, обработать поверхность. Во-вторых, изменить состояние. С целью какой? Изменить эксплуатационные свойства. Например, повысить коррозионную стойкость. Повысить сопротивление разрушению, трению. Повысить трещинно-стойкость. Ну и, наконец, получить новые структурно-фазовые состояния. Опять же, для улучшения эксплуатационных свойств. Если мы внимательно посмотрим на то, как работоспособность материалов и изделий зависит от структурно-фазового состояния, то увидим, что целый ряд характеристик, например, длительная прочность, радиационная стойкость, я имею в виду распухание, охрупчивание материалов, трещина-стойкость определяет структурно-фазовым состоянием в объеме. Но такие вещи, как коррозионная и эрозионная стойкость, сопротивление, трение, износу и в некоторых случаях трещина-стойкость определяют состоянием, структурно-фазового состояния приповерхностных слоев. Вот это-то как раз является объектом наших исследований. Ну, известно, я повторюсь, учитывая то, что здесь все-таки юная аудитория, что причина зарождения разрушения на поверхности обусловлена тем, что поверхность, как правило, имеет массу дефектов, в числе которых являются и частицы второй фазы, и границы зерен, и зоны неоднородного распределения лигирующих элементов, участки концентрации напряжений, зоны неравномерной пластической деформации, технологические дефекты. Ну, и поверхность обычно наиболее нагруженная. Вот здесь на картинке как раз показаны все те дефекты, о которых я только что сказал. Ну, и стратегия повышения эксплуатационных свойств сводится к тому, чтобы увеличить сопротивление зарождения разрушению дефекта и микротрещины, формировать специальное структурно-фазовое состояние и создать градиентное или многозонное структурно-фазовое состояние. Ну, вот человечество лет 40, может быть, 50 занимается этими проблемами, и пути там модифицирования, они давно известны. Это нанесение пленок покрытия, изменение топографии, изменение структуры, изменение элементного фазового состава. И мы с вами все хорошо знаем традиционные технологии обработки поверхности, о них и сегодня шла речь. Это пластическая деформация с целью наклепа упрочнения, это термическая обработка, вот, например, индукционная обработка, или термохимическая обработка, здесь тоже масса различных операций, включая диффузионные насыщения, электролитическое насыщение, ну и нанесение пленок и покрытий. Ну, вот лет 30 уже, как существует целый набор ионно-плазменных, я бы сказал так, радиационно-пучковых технологий обработки материалов. Это применение ионных пучков, моноэнергетических, полиэнергетических, плазменные технологии, или ионно-плазменные, это равновесные плазмы или неравновесные плазмы, и технологии использования концентрированных потоков энергии. Это лазерное излучение, это мощные ионные пучки, это мощные электронные пучки, И это импульсные потоки высокотемпературной плазмы. Вот я дальше остановлюсь на двух технологиях. Это воздействие полиэнергетическим пучком ионов и концентрированными потоками энергии в виде импульсной высокотемпературной плазмы. Ну, ионно-плазменное модифицирование, это фактически в литературе разные подходы есть и существует представление о так называемой инженерии поверхности. Ну, можно, наверное, так считать эту область, любое модифицирование приповерхностных слоев, как и инженерию поверхности. Модифицируется поверхностный слой, не затрагивая практически состояние материала. И в ряде случаев удается очень здорово поправить работоспособность этих изделий. По-моему, мы хорошо идем. Ну вот, что позволяет ионно-плазменная обработка сотворить с материалом? Вот здесь перечислен целый набор параметров. Например, увеличить параметр кристаллической решетки, диспергировать микроструктуру, накопить радиационные дефекты, изменить фазовые состояния, создать пересыщенные твердые растворы, организовать масс-перенос в объеме или в поверхностном слое, даже произвести радиационно-индуцированные сегрегации, ну и образовать градиентное структурно-фазовое состояние. Здесь ничего не стоит, все это можно сделать. Я хочу рассказать о применении этих технологий на примере техники, все-таки на примере атомной техники. И вот, если посмотреть на работу материалов активной зоны, то окажется, что эти материалы работают в чрезвычайно жестких условиях. Это может быть самая различная среда. Или это перегретая вода, или это жидкие металлы, как в реакторе на быстрых нейтронах. Нагрузки тоже самые различные. Они могут быть циклические, переменные, или постоянные. Тепловые нагрузки. Ну и самое главное, конечно, это наличие физических полей в виде радиационного воздействия. Но парадокс заключается в том, что все изделия, активные зоны, это прежде всего твелл и его оболочка, это тепловыделяющая сборка этих твелов, они все представляют из себя тонкостенные изделия. Вот здесь, внизу, я привел примеры. Вот смотрите, если взять реакторы РБМК, вот чернобыльского типа, или там наши, Смоленские, Курские атомные станции, диаметр 13,6 мм, а толщина 0,9 мм. А если взять реактор ВВР, корпус которого показан здесь, то окажется... Где-то указка у меня была. Окажется, что толщина стенки нашел. Вообще 0,6 мм – это сейчас, а планируется 0,53. В БН еще тоньше. Но здесь коррозионная стойкая аустенитная сталь, а здесь плава циркония. Одним словом, попробуйте модифицировать структурно-фазовое состояние таких материалов. Это радиационная или ионно-плазменная модифицированная – единственный способ. Ну и в частности, расскажу очень бегло о модифицировании поверхности материалов ионами многокомпонентных пучков широким энергетическим спектром. Мы создали такую установку, создавали ее для того, чтобы исследовать материалы для первой стенки термоядерного реактора. Дело в том, что на первую стенку из плазмы направляется одновременно поток многих частиц. Это изотопы водорода, это гелий и это примеси. И мы создали вот ускоритель трехкомпонентный, где у нас водород, гелий, а в качестве примесей – иона аргона. И вот таким пучком изучали распыление материалов и так далее. Ну а когда сказали, что все это изучено, науку закрываем по распылению, реакторы термо и строим уже, применили этот ускоритель для технологических целей. Ну в частности, можно регулировать поверхность тех же оболочек ТВЭЛов. Обычно сейчас на Глазовском заводе делают эти оболочки с шероховатостью где-то полтора микрометра. А за счет ионного распыления можно уменьшить эту шероховатость до 0,3, например. А вот этот параметр шероховатости поверхности, как здесь показано, в зависимости от дозы облучения, мы можем уменьшить шероховатость от 1,5 до примерно 0,3 микрометров. Это, кстати говоря, способствует в том числе и снижению силы трения, то есть повышению износа стойкости. Здесь вот приведены кривые исходного состояния и лучшего состояния. Или заметно улучшить состояние оксидной пленки. Вот в частности, на ФИБе делается разрез оксидной пленки и изучается строение по толщине. Здесь можно видеть, что вот пленка на исходной поверхности содержит гораздо большее количество дефектов в виде пор, микротрещин и так далее. То есть налицо некое благородное влияние ионной полировки таких изделий, как оболочки твелов. Можно провести легирование приповерхностного слоя. И, в частности, здесь представлен вид ионного перемешивания трехслойной пленки, которой предварительно наносится образец. Затем образец облучается ионами аргона. Часть атомов пленок распыляется, а часть за счет атомов отдачи вбивается внутрь материала. В результате мы имеем приповерхностный легированный слой с различной глубиной залегания внедряемых элементов. Параметры здесь есть. Как это отражается на главном параметре, например, сопротивлении окислению? Если взять известное в атомной технике три циркониевых материала, исходный цирконий, 110-й, сплавы 635-й, то кинетика окисления на базе 3000 часов выглядит вот как показано на этих кривых. Это толщина в нанометрах оксидной пленки. После того, как мы залегировали эту пленку тремя элементами – молибденом, итрием и оловом, кинетика существенно изменилась. Происходит изменение, трансформация самой оксидной пленки. Если в исходном состоянии она имела вот такую столбчатую структуру, то после обработки пленка становится более однородной, менее дефектной и, следовательно, более живучей, если говорить о длительном периоде эксплуатации этого материала. Вот эти успехи позволили нам приступить к обработке не просто образцов, а реальных ТВЭЛов. И, в частности, создали установку, где в результате ионной обработки трубки на проход можно проводить А – полировку, Б – легирование приповерхностного слоя. В результате первые эксперименты, проведенные на модельных ТВЭЛов, показали, что действительно можно добиться хорошего состояния поверхности. Вторая методика – это концентрированные потоки энергии. Как я уже говорил, или это мощные электронные пучки, мощные ионные пучки, лазерное излучение и потоки высокотемпературной импульсной плазмы. Какие особенности? Вот высокие плотности мощности – 10 в 12 ватт на сантиметр в квадрате и энергии до 100 джоулей на квадратный сантиметр. Этой энергией достаточно расплавить любой металл, даже вольфрам, за микросекунды. Высокие градиентные температуры, создаваемые в материале, где-то 10 в 8, до 10 в 8 кельвин на сантиметр. Это высокие скорости нагрева – 10 в 9, 10 в 11 кельвин в секунду. Кстати говоря, быстро нагретый металл с такой же примерно скоростью за счёт теплопроводности охлаждается. То есть, это технология сверхбыстрой закалки при поверхностного слоя. Если говорить без всяких научных закидонов, это вот сверхбыстрая закалка. В частности, не на всех материалах можно получить положительный эффект. Наибольший эффект можно получить на материалах с фазовыми превращениями, с ограниченной или с переменной, правильнее сказать, растворимостью, ну, на сложно легированных материалах. Вот, например, такая обработка сплавов циркони, хотя они имеют фазовый переход из альфа в бета фазу, не даёт положительного результата, но это уже по другой причине. Коррозионная стойкость циркония в результате внутренних больших напряжений она становится заметно хуже, нежели в рекристаллизованном состоянии. Вот, собственно говоря, мы пользуемся установкой типа Z-пинча. Идея такая. Между двух электродов подаётся импульс тока, возникает плазма. Ток в плазме и внешнее магнитное поле, наведённое плазмой, взаимодействуют так, что плазма схлопывается к центру. И если мы ставим в центр образец, то вся энергия этой плазмы, накопленной в этой банке, выделяется в поверхностном слое. Таким образом мы можем, значит, изменять состояние этого материала. Ну, всё это делается затем, в электронном микроскопе изучается состояние материалов, но на примере аустенитной стали модифицированный материал выглядит следующим образом. Это столбчатая структура. Как правило, поперечный размер где-то в районе 100-200 нанометров. Можно говорить, наноструктурные состояния, Росислав Александрович. Затем идёт зона термического влияния с повышенной плотностью дислокаций, а дальше исходная структура. Вот вся эта модифицированная зона где-то не больше 100 микрометров. Таким образом, если вы создали материал жаропрочный, с высоким сопротивлением, например, радиационному распуханию, то затем изменяете только состояние поверхности и повышаете, например, коррозионную стойкость. Вот пример. Очень для металловедов, очень показательный. Мы проводим с американцами работу по изучению радиационной стойкости стали ЭК-181. Это ферритомартенситная сталь разработки в НИНЕМ. Вот три состояния. Горячекатанный пруток, отожжённый, штатная термообработка и интенсивная пластическая деформация, которую сделал Валиев в Уфе. Затем мы облучаем плазмой 28 джоулей, три импульса и, посмотрите, получаем наноструктуру в поверхностном слое, абсолютно не зависящую от исходного состояния, а зависящую от природы, конечно, материала. Вот строение этих ячеек можно объяснить с позицией, ну, материаловед неизвестно, технологии создания ячеистой структуры за счёт концентрационного переохлаждения и так далее. Вот здесь это полностью всё проходит, и можно создать очень красивые объяснения. Кстати говоря, такая обработка повышает прочность. Вот представлены здесь данные по твёрдости. Ну, тут неоднозначно мы видели, что сама структура градиентная, поэтому наблюдаются колебания механических характеристик. Но вот что интересно, провели обработку пластин с двух сторон. Вот этот показатель, пятый, примерно, вот смотрите, исходное состояние предел прочности 180 мегапаскалей после обработки 405. Но самое удивительное, то, что практически относительное удлинение сохраняется. Было совершенно непонятно, как это так, при таком росте прочности сохраняется относительное удлинение. Помог Панин Виктор Евгеньевич. Вот, в частности, использовали его представление о том, что если мы имеем модифицированный слой, то всякое, вот эти изгибы являются местами стимулирования движений дислокаций внутрь материала. За счёт этого сохраняется, как мы считаем, и достаточно невысокая, но исходная пластичность материала. Исходное относительное удлинение. Этим же методом можно проводить жидкофазное легирование. Если на образец нанести предварительно плёнки, то можно получить новый элементный состав, новое структурно-фазовое стояние при поверхностном слое. Вот привожу вам пример, как из стали-3 сделали коррозионную стойкую сталь. Внедрили никель, хром, титан и ванадий. Причём, самое удивительное, что если там пробеги были где-то 20-30 микрометров, то элементы, например, никеля обнаружили на глубине аж до 47 микрометров и так далее. То есть, получается, легированный поверхностный слой с соответствующими высокими характеристиками. Ну, методика здесь довольно определённая, надо очистить поверхность, обработать, желательно потом провести отжиг. Таким весомым результатом является наша работа по изучению коррозионной стойкости, повышению коррозионной стойкости стали ИП-823. Это сталь, которая планируется для работы в свинце в реакторе Брест. Там есть такой определённый каприз, что сталь в свинце стоит при строгой концентрации кислорода. Этот интервал где-то лежит в пределах 4-6 на 10 минус пятый массовых процентов кислорода. Отклонение в чистую сторону приводит к растворению металла. Отклонение в большую сторону по кислороду приводит к окислению. Быстро нарастает оксид, отслаивается, в результате материал работать не может. Ну и вот для того, чтобы понять, как можно повысить коррозионную стойкость, мы провели обработку этих реальных фрагментов твелов, примерно таких длиной порядка 50 мм, путем легирования хромом и алюминием. В результате такой обработки удалось существенно снизить толщину коррозионных слоев. Если в исходном состоянии это было где-то 19 мкм, а испытывали при температуре 650 градусов в петле в течение 1686 петля в физико-энергетическом институте. И вот алюминий. Лучший результат порядка одного микрометра. То есть малозаметная пленка. Ну и в заключение некий итог о тех технологических задачах, которые можно решать при модифицировании. Первое. Например, повысить износа стойкости изделия. Это очень важно, например, для заводчан, в том числе для автоваза. Здесь существует несколько путей. Первое. Йонная имплантация или вот лучше такая комбинированная обработка. Йонная имплантация азота, йонно-плазменное нанесение покрытий и финишная йонная обработка покрытия йонами азота. Или упрощение поверхностного слоя вот по последней технологии, как я говорил, сверхбыстрой закалки. Возможен рост износа стойкости в полтора в два с половиной раза. Если упрощение возможно где-то в полтора в два раза, то износ стойкости так можно увеличить. Повысить коррозионную стойкость изделия. Здесь главная задача создать гомогенный твердый раствор при поверхностном слое или за счет быстрого нагрева и охлаждения или за счет жидкофазного легирования. Или проводить йонную имплантацию элементами, которые будут стабилизировать оксид того, ну, например, оксид циркония. Эффект зависит, конечно, от многих факторов, и обольщаться тут особенно не надо. Здесь необходимо проводить исследования состава, исходного состояния зависит от состава среды, режимов облучения и так далее. Повысить сопротивление усталости. здесь главная задача создать, например, уровень сжимающих напряжений в поверхностном слое и загладить плазмой все, 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 ну, вот я, это самое, параметры нас не интересуют, а вот это. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.